Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим невероятно нежный, ароматный и очень вкусный шоколадный торт со сметано-сливочным кремом. Торт получается хорошо пропитанный и не сухой. Он прекрасно подойдет как к вашему семейному чаепитию, так и к праздничному столу. Приготовить его совсем не сложно и не займет у вас много времени. Для приготовления шоколадных коржей мне понадобится 4 яйца, у меня категория С0. Если у вас категория С1, тогда возьмите 5 яиц. Сахар, растительное масло, сливочное масло, какао, мука, кукурузный крахмал, разрыхлитель и соль. В отдельной миске соединяю сухие ингредиенты. В муку добавляю разрыхлитель, хорошо перемешаю, всыпаю крахмал и какао. Хорошо перемешиваю, чтобы все ингредиенты соединились между собой. Готово и пока отставляю в сторону. В глубокую миску отправляю 4 яйца и щепотку соли. Яйца должны быть обязательно комнатной температуры. Начинаю взбивать миксером на средних оборотах. Как только на поверхности начнет появляться легкая пена, начинаю вводить сахар. Делаю это примерно в 2-3 этапа. Скорость миксера оставляю средней. После того, как добавили весь сахар, увеличиваю скорость миксера до максимальной. И взбиваю, чтобы масса побелела и стала пышной. Когда вы увидите, что на поверхности начинает оставаться вот такой легкий красивый рисунок, это означает, что взбивать уже достаточно. Спадая с венчика, на поверхности масса должна оставлять вот такой рисунок. Уменьшаю скорость миксера на среднюю и тонкой струйкой начинаю добавлять растопленное сливочное масло, которое остыло до комнатной температуры. Взбивать ничего не нужно, просто аккуратно вмешиваем. После него добавляю растительное масло без запаха. Яичная масса заметно осядет, но не пугайтесь, ничего страшного так и должно быть. В 2 этапа добавляю сухие ингредиенты. Аккуратными движениями снизу вверх вмешиваю муку в основную массу. Вот такое по консистенции должно получиться тесто, гладкое и без комочков. Можно приступать к выпеканию коржей. Мой торт будет диаметром 18 см, но чтобы коржи получились ровные, мне необходимо сделать трафарет. Для этого я взяла донышко с разъемной формы и карандашом обвожу его. И такой же рисую рядышком. На противень у меня получается 2 коржа. Переворачиваю на другую сторону. На 1 корж уходит около 2 столовых ложек теста. И вот так аккуратно распределяю. Чтобы корж был ровный, выравниваю его палеткой. И так же самоформирую второй корж. Аккуратно перетаскиваю на противень. И отправляю коржи выпекаться в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 6-7 минут. Коржи пекутся очень быстро, поэтому без присмотра их не оставляйте. Ну а пока первые пекутся, я подготовлю следующие. Если корж получился слегка неровным и его необходимо обрезать, делайте это пока он теплый. Коржи прекрасно снимаются с пергамента и ничего не прилипает. Таким образом выпекаю все остальные. Коржи с пергамента я не убираю. После того, как они остынут, я их буду складывать один на другой. И чтобы они не прилипали друг к дружке, пергамент будет служить хорошей прослойкой между ними. Коржи готовы. С одного замеса теста выходит 9 штук, диаметром 18 см. Оставляю их до полного остывания. Для приготовления крема мне понадобится 230 граммов уже отвешенной сметаны, жирностью не менее 20%. Я ее переложила в марлю и подвесила, чтобы ушла лишняя влага. В таком положении она у меня пробыла целую ночь. Изначально я брала 350 граммов сметаны и после отвешивания у меня получилось 230 граммов. 80 граммов сахарной пудры. У меня идет с добавлением ванилина. Если у вас чистая сахарная пудра, тогда добавьте несколько капель ванильного экстракта. И 300 миллилитров холодных сливок жирностью не менее 33%. Вот такая плотная после отвешивания выходит сметана. Перекладываю все ингредиенты в глубокую миску. Сливки и сметана должны быть обязательно холодными и примерно одной температуры. Начинаю взбивать миксером. Изначально на невысоких оборотах, чтобы все ингредиенты хорошо соединились между собой. Далее обороты увеличиваю и взбиваю около 3-4 минут. Как только вы увидели, что на поверхности начинает отчетливо прорисовываться рисунок, взбивать достаточно. Вот такой воздушный, гладкий и очень красивый крем у вас должен получиться. Как вы видели, сделать это просто, быстро и совсем не сложно. Можно приступать к сборке торта. Примерно 2 столовых ложки крема я сразу откладываю в отдельную посуду, чтобы потом закрыть все неровности на торте. Выкладываю на корж примерно 1,5 столовых ложки крема и аккуратно вот так разравниваю. Сверху накрываю вторым коржом. Снова крем. Хорошо разравниваю. Таким образом собираю весь торт. Как вы помните, у меня 9 коржей, но для сборки торта я буду использовать 8. Девятый корж я измельчу в крошку и оставлю на украшение. Накрываю последним коржом. Слегка придавливаю кончиками пальцев. Выкладываю остатки крема. Как вы видите, этой порции четко хватает на прослойку торта. Верхушку подравниваю палеткой. Кремом, который я откладывала, закрываю бока торта. Верхушку и бока торта засыпаю шоколадной крошкой. Вот такой красивый торт уже получается. Теперь ему необходимо хорошо пропитаться и стабилизироваться. Поэтому отправляю в холодильник примерно на 3-4 часа. Я достала торт из холодильника и теперь перед подачей украшу его свежими фруктами. Вы можете украшать торт по своему вкусу. Еще добавлю несколько веточек свежего розмарина. Вот такой невероятно красивый у меня получился торт. И, конечно же, разрежу его и покажу, какой он внутри. Вот такой чудесный торт получается в разрезе. Нежные шоколадные коржи в сочетании с легким и воздушным сливочно-сметанным кремом делают этот торт очень нежным, ароматным и, конечно же, невероятно вкусным. Так что обязательно попробуйте приготовить и делитесь вашими результатами в комментариях. Для меня это очень важно. Ну, а я вам желаю приятного аппетита, успехов в приготовлении вкусных десертов. Всем удачи, всем пока!